Вы слушаете Русский час. В эфире Русский час. Русский час. Русский час. На волне 98,1 FM. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница, 22 апреля 2022 года. В Брисбане, 5 часов вечера. У микрофона Людмила Ларкина. Какие мы сегодня отмечаем праздники. Сегодня Международный день Матери-Земли. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году для привлечения внимания общества к проблемам Земли, которые выступают в роли дома для человека. В резолюции ООН отмечается, что выражение «мать-Земля» употребляется в ряде стран. Термин характеризует связь между экологическими системами планеты и человечеством. По некоторым данным, праздник возник на основе Дня деревьев, который ранее отмечали в США 22 апреля. Необходимость укрепления гармонии людей с природой планеты – важный шаг в решении возможных будущих проблем потребностей человечества. По традиции в этот день ученые из разных стран собираются вместе и обсуждают проблемы экологии планеты. Проводятся семинары, выставки, концерты «Дни открытых дверей», посвященные Дню Матери-Земли. Традиционными стали в этот день озеленительные акции, в которых участвуют все желающие. Интересные факты по этому дню. По подсчетам ученых, планета Земля возникла 4,5 миллиарда лет назад. Астрономы предполагают, что у нее есть сестры, которые располагаются у дальних звезд Солнечной системы. Если пробираться к ее ядру, придется одолеть 6378 километров, из которых 70 километров твердые породы. Самая высокая температура держится в Калифорнии и в Ливии. В 20-м столетии там зафиксировали температуру плюс 55 градусов Цельсия. А самым холодным местом на Земле признали Антрактиду. Там в конце 20-го столетия температура опустилась до минус 89 градусов Цельсия. Сегодня, 22 апреля, Страстная Пятница, или, как еще называют, Великая Пятница. Страстная Пятница отмечается в пятницу перед Пасхой. Православная Церковь в этот день вспоминает распятие и смерть Иисуса Христа. А вот завтра, 23 апреля, Всемирный день книги и авторского права. Завтра день английского языка. А вот в воскресенье, 24 апреля, очень большой праздник. Пасха Христова – великий праздник, с чем мы вас и поздравляем, наши дорогие радиослушатели. Также в это воскресенье празднуется Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных и день рождения газированной воды. В этот день, 24 апреля, завершается пост, и вы можете все ходить в гости, радоваться жизни, поздравлять друг друга. Будьте счастливы, будьте внимательны друг к другу, помогайте друг другу. Пусть этот день будет замечательным, и вообще все предстоящие дни будут очень успешными в вашей жизни. Навсегда уходят каждый день и век, Небо одиноко, словно человек. Каждый ищет счастье под своей звездой, Каждый остается со своей бедой. Кружится планета в ледяной ночи, Но другой не будет, сколько нищи. Ни судьбу, ни ветер, горько не кляни, И тому, кто рядом, руку протяни. Если можешь помочь, помоги, Если можешь согреть, отогрей. Если можешь сберечь, сбереги, Среди тысячи дней и ночей. Если можешь помочь, помоги, Если можешь согреть, отогрей. Если можешь сберечь, сбереги, Среди тысячи дней и ночей. Полыхает осень заревом рябин, И никто не должен в мире быть один. Если даже в сердце снег и холода, Ты же понимаешь, снег не навсегда. Словно зажигая от свечи свечу, Кто-то вдруг прижмется к твоему плечу. И, быть может, счастье ты свое найдешь, И случится сразу все, чего ты ждешь. Если можешь помочь, помоги, Если можешь согреть, отогрей. Если можешь сберечь, сбереги, Среди тысячи дней и ночей. Если можешь помочь, помоги, Если можешь согреть, отогрей. Если можешь сберечь, сбереги, Среди тысячи дней и ночей. Навсегда уходят каждый день и век, Небо одиноко, словно человек. Каждый ищет счастье под своей звездой, Каждый остается со своей бедой. Кружится планета в ледяной ночи, Но другой не будет, сколько ни ищи. Ни судьбу, ни ветер, горько не кляни, И тому, кто рядом, руку протяни. Если можешь помочь, помоги, Если можешь согреть, отогрей. Если можешь сберечь, сбереги, Среди тысячи дней и ночей. Если можешь помочь, помоги, Если можешь согреть, отогрей. Если можешь сберечь, сбереги, Среди тысячи дней и ночей. Вы слушаете «Русский час». Как я говорила в начале нашей радиопередачи, сегодня Международный День Матери-Земли. Берегите землю, берегите экологию друг друга и, конечно же, свое здоровье. О том, как мы поехали поправить свое здоровье, набраться сил, минералов, я расскажу. Сейчас в сегодняшней нашей радиопередаче, а поехали мы группой 10 человек из Брисбана в город Мори. Как называют этот город? Город целебных бассейнов и царство целебных источников. Конечно же, многие знают об этом городе, который славится горячими артезианскими источниками с удивительными целебными свойствами. Но, как говорят в народе, лучше один раз увидеть, чем один раз услышать. И мы с нашей семьей ездим уже в течение 10 лет на эти источники, за исключением последние 2,5 года, которые не удалось поехать из-за локдауна между нашими штатами Нью-Саус-Вэллс и Куинслендом. А в нашей группе на этот раз поехали люди, которые впервые побывали на источниках в Мори. Итак, город Мори находится в Новом Южном Уэллсе. Дорожные впечатления, они незабываемые. Ехать мы решили на машинах, ехали на трех машинах, а наш навигатор показывал расстояние от Брисбана, точнее от района Кливленда, центра города Мори, 498 километров. Путь наш лежал по шоссе Ипсвит через Тувумбу, но Тувумба оказалась закрытой, поэтому путь наш продлился несколько, еще на несколько часов. На протяжении всего пути мы любовались разнообразными пейзажами, которые сменялись один за другим. Иногда на десятки километров за окнами проплывали однообразные равнинные ландшафты. Затем вдоль дороги побежали белые и черные стволы эвкалиптов, участки сухих саван с зарослями мелкого кустарника, скреба, на красновато-бурых полупустынных почвах. Местами красные почвы сменялись участками каменистой пустыни с очень скудной растительностью. На протяжении более ста километров дольше со стеной стоят древовидные цветущие кактусы. Их называют опунции. Мы снова останавливаемся, чтобы поближе рассмотреть это диковинное растение. Древовидные опунции семейства кактусовых завезли в Австралию около 200 лет назад. Завез в Квинсленд экзотическое растение бразилец, тосковавший по родному пейзажу. Он посадил опунцию по периметру своего участка в качестве колючего забора. Местным фермерам приглянулась идея живой изгороди. Таким образом, кактусовые заборы появились у фермеров по всему Квинсленду. Эмигрировавшее растение из Бразилии исправно выполняло функцию живого забора в течение многих десятилетий. Но в 20-х годах прошлого столетия кактус бунтовался и начал свое безжалостное завоевание Австралии. И чуть не погубил животноводство и другую растительность. Разросшуюся сочную опунцию животные начали охотно поедать, в результате чего желудки их разрывались от колючек. Началась беспощадная борьба с опунцией. При вырубании же под корень это растение разрасталось еще могущественнее. Обессиленные фермеры, оказавшиеся на грани разорения, обратились за помощью к правительству Австралии. Началась массовая травля опунции химикатами, но положительного результата эта борьба не дала. Вскоре в штате Квинсленд была организована научная лаборатория по изучению способов борьбы с кактусовым нашествием. Правительством было потрачено немало средств на изучение методов борьбы с завезенным растением-оккупантом, которое как огонь перекинулось на другие штаты пятого континента. Спасла Австралию бабочка-огневка, привезенная в 1925 году из Аргентины. После года тщательного изучения в лаборатории гусениц-бабочки выпустили в кактусовые заросли. До 1937 года личинки кактусовой моли не могли справиться с зарослями опунции, поскольку помимо этого лакомства у огневки был для поедания большой выбор других растений экзотического континента. Со временем между опунцией и кактусовой бабочкой установилось биологическое равновесие, и колючее нашествие на зеленый континент было остановлено. Австралийские фермеры в знак благодарности поставили в Квинсленде, в городе Бунарго, памятник чужеземной спасительнице кактусовой бабочке. Прибывая в аэропорт Австралии, гостям зеленого континента следует знать, что их багаж будет тщательно досматриваться на наличие семечек, орешек, корешков, птичек, насекомых и так далее. Если будет обнаружена какая-либо растительность или семена, сразу выпишется очень большой штраф. Обижаться на это не надо, даже если вы об этом не знали. Это оправданная забота австралийского правительства за флору и фауну пятого континента. Опыт с живым кактусовым забором, завезенным с другого континента, здесь записан в историю Австралии и остался в памяти навсегда. Вот чудак, ну чудак, странник тот, что большой чемодан в путь берет. Я беру с собой в дорогу лишь всего На день хлеба и немного аж дваок. Мир кругом, как большой океан, Не войдет он в любой чемодан. Я беру с собой в дорогу лишь всего На день хлеба и немного аж дваок. Она виснет туча, если над плечом Я спою ей эту песню ни о чем. Как же так ни о чем, почему Все потом, все потом сочиню Я беру с собой в дорогу лишь всего На день хлеба и немного аж дваок. Она виснет туча, если над плечом Я спою ей эту песню ни о чем. Субтитры создавал DimaTorzok Мне в пути груз большой ни к чему Лучше я шар земной обниму. Я беру с собой в дорогу лишь всего На день хлеба и немного аж дваок. Она виснет туча, если над плечом Я спою ей эту песню ни о чем. Ни о чем, ни о чем, ни о чем А мы продолжали свой путь. Квинсленд уступил место прекрасному штату Новому Южному Уэллсу. Позади остались уже 300 километров. За 150 километров до города Мари на шоссе Установлен знак «Кенгуру» 120 километров. Уже на первых метрах от знака мы поняли, что строгое предупреждение установлено здесь не напрасно. Вольные хвостатые хозяева долины Мари прыгали, не обращая внимания на движущиеся машины. В этот раз, когда мы ездили в Мари в апреле 2020 года, не было настолько много кенгуру, как бы прыгивало раньше, когда мы ехали туда. Видимо, несколько им мешала дождливая погода, но тем не менее на дороге лежали уже подбитые. В этой местности, в долине Мари, встречаются гигантские генгуру. Но чаще это карликовые кенгуру в Алабе. Прыть и уверенность кенгуру приводили к тому, что на расстоянии 300-400 метров друг от друга лежали их недвижимые тела. Не всегда успевши остановить машину перед неожиданно выпрыгнувшим с обочины дороги животным. Любопытные царицы пустынь настойчиво пытались нас рассмотреть поближе, но нам все же удалось, вежливо выруливая, уйти от незапланированного знакомства. Конечно же, мчавшимся по шоссе грузовым траком остановиться совершенно невозможно. Поэтому, когда вы поедете в город Мари, будьте предельно осторожны. И лучше всего, если вы будете выезжать как можно раньше, чтобы до пяти часов вы уже были в Мари. На открытых пространствах, зарослях, эвкалиптов, очень много попугаев и других крупных птиц. Птицы стаями сидят на дороге, заставляя замедлять скорость. Несмотря на всю нашу осторожность, одна из птиц, неожиданно вылетевшая навстречу, все же попала в нашу машину. Но это был единственный раз, когда мы ездили еще в первые годы в Мари. Сейчас мы ездим еще более осторожно. Далену Мари, плотно заселившую кенгуру с крупными птицами, безопаснее проехать днем, как я уже сказала, нежели в другое время суток. Потому что после пяти вечера, когда солнце уже садится, движение пустынных хозяев значительно активизируется. Выходят погулять и самые ленивые. Столкновение с кенгуру смертельно опасно не только для животного, но и для автомобилиста. Вот так, изучая дорогу и останавливаясь в туристических зонах, придорожных селениях, мы добрались до знаменитых артезианских горячих источников. Дорога от Брисбана до Мари заняла у нас 8 часов. Кстати, этот же путь обратно до Брисбана из Мари можно преодолеть за 5 часов, если вы нигде не будете останавливаться. Еще хочу добавить, что дорога на протяжении всего расстояния прекрасная, много удобно организованных зон отдыха с водой, а иногда и с электрическими плитами для барбекю. И поэтому путь показался легким, радостным и познавательным. А также вы можете остановиться в небольших городках, которые попадают вам по пути, и можно попить кофе в Макдональдсах. Итак, мы прибыли в город Марии. Ничего на свете лучше нету, Чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла-ла-ла... Е-е-е-е-е-е... Мы своё призванье не забудем, Смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды Не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы Наш ковёр — цветочная поляна Наши стены — сосны и ликаны Наша крыша — небо голубое Нашей счастье жить такой судьбою Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вы слушаете «Русский час». Мари – это небольшой город в центре района или графство под названием «Долины мори» на севере нового и южного Уэллса в Астралии. От Сиднея – 665 километров, от Брисбана – 479. По переписи 2016 года в Марии уже проживало 7383 человека. Следует отметить, что в Марии самый распространенный бизнес – это гостиничные. Практически на каждом доме висит вывеска «Welcome Accommodation». Для тех людей, кто любит путешествовать с собственным домом на колесах, есть караван-парк, где вам будет предложено место для каравана и все необходимое для путешественников. За 31 доллар в сутки вы можете подключиться к электричеству, пользоваться горячими бассейнами, электроплитами, барбекю, стиральными машиновыми, душевыми кабинами и прочими удобствами, и, конечно же, бассейнами. А если у вас в караване предусмотрено свое электричество, то цена вашего проживания в сутки здесь будет 27 долларов за сутки. Забронировать место под ваш караван можно также по интернету или по приезду в Марии. Но, конечно же, надо делать все заранее. И, конечно, все это планировать заранее, потому что мы, запланировав почти за полтора месяца, все же сняли только три домика, хотя было значительно больше желающих поехать с нами. Итак, царство горячих источников образовалось здесь благодаря расположению города. Город Марии расположен в юго-восточной части Большого Артезианского бассейна, который охватывает большую часть Восточной Центральной Австралии. Большой Артезианский бассейн был открыт в 1895 году, который в настоящее время дает более 13 миллионов литров воды в сутки. Это крупнейший в мире подземный бассейн. Занимает площадь 1751,5 квадратных метров. Охватывает Квинсленд, Южную Австралию, Новый Южный Уэллс и северную территорию Пятого Континента. Подземные горячие воды сильно минерализированы. Поначалу добывать воды стали с целью полива полей, но вода оказалась непригодной для растений, хотя подходила для питья животных. Вскоре обнаружили, что купание минеральной воде оказывает целебное действие на людей, особенно с заболеваниями костей, мышц и для восстановления после травм. Марис стала ли приезжать разные люди с разных штатов, желающие открыть свой бизнес на горячих целебных водах. Появились гостиницы с горячими артезианскими бассейнами. Я уже говорила, что мы путешествовали несколько человек, и какие-то минуты досуга я задавала вопросы, мне были интересные впечатления, и вот что рассказывали мои попутчики, мои друзья, которые путешествовали на этот раз вместе со мной. Итак, мы в море. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Надя. Я из Логана. Надя, вот сейчас ты находишься здесь, в море, на горячих источниках. Ты здесь была ранее или сейчас? Нет, я здесь первый раз, и мне очень нравится. Все бассейны, замечательная вода, я чувствую себя лучше. Прекрасная вода, которую можно пить. Бассейны очень ухоженные, очень комфортабельные, люди очень приятные. Ну, что еще сказать? А как тебе нравится вообще размещение? Где ты разместилась? Мы разместились в домике, в котором есть все условия, минимальные, но все. Можно что-то приготовить, кушать, есть дышь, есть туалет, не жарко. Минимальные условия, но этого вполне достаточно для того, чтобы здесь прожить неделю и ходить. Цель была просто ходить сюда на воду, а не сидеть в домике и в каких-то там условиях. Поэтому все очень замечательно. Ты хотела бы порекомендовать это нашим радиослушателям и вообще всем, кто будет смотреть этот канал? Да, хотела бы. Все, кто имеет проблемы со спиной, с суставами. Прекрасное место. Спасибо, Надя. Пожалуйста. Итак, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Арина, я из Бритва на Бритва-Вест-Лайк, с садом районе. Как вот впервые здесь или была уже на горячих источниках, море? Это первый раз для нас. И такое незапланированное путешествие, которое нас очень обрадовало. Нравится здесь? Очень нравится. Люди все приятные, доброжелательные, с погодой нам повезло. И, конечно, вода оздоровительная, просто волшебная. Вот ты здесь со своей дочкой. Как дочке нравится? Вообще есть смысл здесь приезжать с детьми? Потому что иногда думают, что здесь делать с детьми и надо ли. Как бы ты рассказала это нашим радиослушателям? Мой совет – приезжать с детьми, но чтобы у вас была еще какая-нибудь компания. То есть приезжать в несколько семей вместе, чтобы деткам было с кем поиграть. И повеселиться, отдохнуть. Поэтому привозите друзей. Хорошо. Спасибо, Ирина, за рекомендации. Вот Ирина очень хорошо сказала, что привозите друзей и детей. Меня зовут Алена. Я с Призбана. Заметила, что большинство людей, которые тут отдыхают, они в Суфат Уэллс. То есть они на поезде садятся, и где-то 8-9 часов на поезде они уже тут. Тут им легче. А с Плинтонда тут не так уж много. Сиднея, ты имеешь в виду, 8-9 часов на поезде. Сиднея, да. Мари находится в Нью-Саус-Вэллс, в штате. Да. Обошлось там где-то в 700-600 километров. Далеко, но очень приятно. И мы себя чувствуем очень хорошо. Мы не вылазим из воды. Есть еще какие-то развлечения, кроме как вода? Аквапарк для детей, тут хорошее место. Там массаж можно делать хороший. Есть ресторанчик и кафе, где можно покушать. Хорошо покушать. А послезавтра мы увидим город Эсмераут. Да? Продолжение следует... 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 Я думаю, что в следующий год, а может быть через полгода, это все уже откроется. Это все небольшие издержки после локдауна. Нам казалось, бесконечно будет лето, нам казалось, будет жизнь теплом согрета. И росинки нам бриллиантами казались, мы смеялись, мы мечтали, мы влюблялись. Смыли летние дожди наши раны, лишь остались на душе метки шрамы. Но уходят листья светок безвозвратно, что ж так хочется, так хочется обратно. Скоро осень, господа, скоро осень, лето красочный наряд грустно сбросит. Клин усталых журавлей ветер сносит. Скоро осень, господа, скоро осень. Только стылые ветра слегка вздохнули. Только в небе облака слегка всплакнули. И под сердцем легкой грустью защемило. То ли приснилось это лето, то ли было. Нам когда-то бесконечной жизнь казалась. Ну откуда эта горькая усталость? Ну откуда на висках искрящей инии? И на фото поседевших это мыли. Скоро осень, господа, скоро осень. Лето красочный наряд грустно сбросит. А клин усталых журавлей ветер сносит. Скоро осень, господа, скоро осень. Скоро осень, господа, скоро осень. Лето красочный наряд грустно сбросит. Клин усталых журавлей ветер сносит. Скоро осень, господа, скоро осень. Скоро осень, господа, скоро осень. Вы слушаете русский час. Какой же контингент отдыхает в целебных водах Марии? Всех возрастов, начиная от грудных детей, молодежи и заканчивая пожилыми людьми, которым далеко за 80. Нам больше всего понравилось купание в горячих минеральных источниках. Именно в самом горячем источнике, где было 39 градусов. Это довольно-то горячо. Но я расскажу чуть позднее, где мы еще побывали в более горячем источнике. Итак, немного истории. До 1826 года никому не было известно о местности, куда в настоящее время приезжает более 55 тысяч человек ежегодно для получения терапии в горячих минеральных бассейнах. В течение пяти лет, с 1826 года по 1831 год, беглый каторжник Джордж Кларк скрывался здесь, а затем рассказал, что есть в пустыне в Центральной Австралии большая река. Узнав о реке, в 1831 году сюда отправили экспедицию во главе с Томасом Мичелл с целью освоения новых земель. Местные племена аборигенов были не рады белым пришельцам и всячески противились их пребыванию в этой местности. Из-за опасности и гибели членов экспедиции Томас Мичелл был вынужден вернуться в Сидней. Всего Томасом Мичелл было организовано пять исследовательских экспедиций, во время которых обнаружены новые реки и целебная трава, которая в дальнейшем получила название Мичелл по имени исследователя и широко используется сегодня, в настоящее время, в медицине. В 1851 году прибыла в эту таинственную местность небогатая семья Джеймс и Мэри Брент. Решив здесь обосноваться, они построили дом для семьи и первый магазин для проезжающих путешественников и золотоискателей. Через год Джеймс и Мэри открыли почтовое отделение. В 1858 году Мэри овдовела, оставшись с шестью детьми. Предпринимательство не бросила и в 1861 году открыла первую гостиницу в Марии. На следующий год, в 1862 году, местечко Мэри официально объявили городом. Это был уже не просто поселок, а город. А в 1867 году открылась первая церковь. В 1876 году был открыт первый банк, а в 1881 году была создана первая местная газета. В настоящее время в черте города Мари раскинулся городской парк, названный в честь первой женщины-лавочницы и первой хозяйки гостиницы Мэри Брент. В парке располагался макет ее магазина и дома. Но при пожаре 2012 года помещения сгорели. Похоронена Мэри Брент на местном кладбище в Мури. Жители города чтят ее память, а также чтят память жившего в Марии австралийского политика Эдвард Бульер Литтон Диккенс, младшего сына из семи детей английского писателя Чарльза Диккенса. Город Мари ничем не отличается от других провинциальных городов Австралии, если только обилием гостиниц. В городе без труда мы нашли магазины Колс, Волверс, Харви Норман, Кемарт. Все здесь есть, очень удобно. Гуляя по городу, невозможно не обратить внимание на величественное здание библиотеки с мемориальными плитами в память о погибших воинах Австралии. Напротив англиканской церкви всех святых расположена школа. В Марии есть институт ТЭЙФ, где готовятся специалисты для хлопковой промышленности, столярного дела, бизнес-услуг, производства одежды и компьютерных технологий. Каждый из жителей Марии и даже гость покажет, где находится художественная галерея, открытая в 1988 году, которая собрала коллекцию экспонатов современного искусства аборигенов. В 1964 году и 1965 годах город Мари стал местом ожесточенного конфликта за права коренного населения. Студенты университета Сиднея в 1964 году образовали группу по защите прав аборигенов во главе с Чарльзом Перкскинс, который является первым австралийским аборигеном, получившим высшее образование. Это было так называемое восстание аборигенов. Во главе с Чарльзом студенты ездили по городам Южного Уэллса для установления фактов несправедливости по отношению к коренному населению. До 1965 года коренные жители, то есть аборигены, в Марии были лишены возможности приходить на территорию водного центра, парка отдыха. Узнав об этом, сиднейские студенты в знак протеста в течение нескольких дней стояли у входа в центральный бассейн, чтобы привлечь внимание общественности и прессы. А в 1967 году Австралия всецело приняла референдум по отмене дискриминационных действий и взяла под защиту аборигенов. Надо отметить, что в настоящее время на центральной улице Марии расположен центр коренного населения, и аборигены трудятся в области сельского хозяйства. Город Марии привлекает интерес у кинопродюсеров для съемки художественных фильмов, поэтому на австралийских фильмах можно узнать улицы Марии. В городе по вторникам, четвергам, выходит газета «Марии чемпион». Работает радиостанция. В 1897 году в Марии открыта железнодорожная станция. Дорога соединяет Марии с Сиднеем. Построен аэропорт. И до декабря 2012 года здесь функционировали авиарейсы от Брисбана. К сожалению, сейчас эти рейсы закрыты. Из-за отсутствия пассажиров линия закрылась. Так что, дорогие брисбанцы, квинсландцы, приезжайте в Марии, если вы будете туда часто ездить, то вполне вероятно откроются рейсы, как и были ранее рейсы авиа до 2012 года. Что же еще можно посмотреть в пригородах Марии? Если вы любознательны, то через 15 минут езды на машине от Марии вы окажетесь на самой большой в Австралии ореховой плантации Пеканатфарм, построенный в 1951 году. В нескольких минутах езды от Марии опаловые шахты, где желающие могут приобрести драгоценные камни. Можно проехать до крупнейшей в Австралии хлопковой плантации и много других посмотреть интересных мест. В 1994 году две семьи из Марии создали компанию по выращиванию оливковых деревьев и по производству оливкового масла, что тоже интересно посмотреть. Кроме оливок, орехов и хлопка в районе Марии выращиваются пшеницы, ячмень, бабубовые, кукуруза. Славится район Марии овцеводством, производством говядины и является самым производительным сельскохозяйственным районом Австралии. К сожалению, сельское хозяйство и жители часто несут потери от многочисленных наводнений, которым подвержен город Марии и его окрестности. Хочется отметить, что жители Марии очень добродушны, приветливы, открытые. Общаясь с ними, каждый раз узнают что-то новое из истории города, о чудесах местных целебных источниках. Это настоящее наслаждение отдохнуть в небольшом австралийском городке, расположенном далеко от крупных мегаполисов. Купания в горячих минеральных источниках, бассейнах очень скоро дают оздоровительные результаты. Это подтверждают все члены моей семьи и все люди, которые приезжали когда-либо вместе с нами, а также подтверждают и друзья, которые приехали в этот раз уже в апреле 2022 года. Я, как уже сказала, что вокруг можно посмотреть много интересного вокруг Марии. Одна из интереснейших поездок была, это путешествие по Австралии в город Лайтинг-Рич. Лайтинг-Рич – это небольшой городок, расположенный в глубинке на северо-западе Южного Уэллса Австралии. Лайтинг-Рич – это всемирно известный центр горнодобывающей промышленности на Каспре. Если вы надумаете туда ехать, то рассчитывайте время так, что от Марии нужно ехать 3 часа в одну сторону и 3 часа обратно. Еще лучше, если там просто снять мотель, может быть, на одну ночь, а может быть, на две. В городе Лайтинг-Рич есть пятизвездочный олимпийский бассейн, в котором есть Дарвинг-комплекс, стена для скалолазания и аквапарк, работающий во время летних каникул. Части бассейна защищены тенью, и в комплексе есть принадлежности для барбекю. Имеются бесплатные бассейны с горячей минеральной водой, температура выше 40 градусов. И вот этот бассейн можно посетить в любое время с 11 до 12 часов дня, небольшой перерыв в течение часа, а так вы можете туда попасть. Вода очень целебная и очень горячая. До 2011 года в Лайтинг-Рич ежегодно проводились козьи бега. На главной улице города были интереснейшие события, мероприятия коз запрягали и вели дети, как в скачках, на упряжках, в конном спорте. Гонки на козах сопровождались гонками на колесах, родео, в большие, таки в длинные пасхальные выходные. В городе также ежегодно проводятся фестивали опалов и драгоценных камней. Конечно же, мы поехали в опаловую пещеру. В этой пещере мы были уже не первый раз, но люди, которые были с нами, они были впервые. И я видела, какое удовольствие они получили от посещения этого удивительного места. До конца 1800 года никто даже не осознавал, что земля, на которой сейчас располагается город Лайтинг-Рич, была богата, покрыта опалом. А в 1905 году первые шахты были вырыты искателями опала, одним из которых был Чарльз Нелтон, которого считают отцом добычи опала Рич. Новость о ранних открытиях нового уникального черного опала в Лайтинг-Рич вскоре распространилась по известному опаловому городу Белые скалы. Многие считали, что черный опал обладает большим коммерческим потенциалом благодаря своей уникальной природе. Чарльз Нелтон прошел 700 километров до хребта во время засухи 1902 года, чтобы воочию видеть черный опал. Веря в его коммерческий потенциал, год спустя он прошел 700 километров обратно в Белые скалы, чтобы освоить рынок. Считается, что благодаря своим ранним усилиям Чарльз Нелтон сыграл важную роль в развитии отрасли. В настоящее время Лайтинг-Рич производит самую большую часть черного опала в Австралии, и несмотря на недавнее снижение производства, в стоимостном выражении Лайтинг-Рич по-прежнему остается крупнейшим производителем опала. В 1980-х годах опал был обнаружен на озере Кукаран, 30 километрах северу от хребта. И это был самый большой бум. С первых дней из-за рекордных цен Лайтинг-Рич вырос более чем на 8 тысяч человек. В одной из опаловых шахт скульптор Рон Катлин создал удивительную художественную галерею. Это единственная опаловая шахта в мире со скульптурными изображениями. Первый уровень находится на глубине 11 метров с изображениями, вырезанными и нарисованными на стенах колонных из песчаника. И новые архангелы, два Будда, Тутанхамон. В палатах черной руки находится единственный подземный магазин Лайтинг-Рич, где вы можете приобрести для себя украшения из первых рук. Еще много можно рассказывать о шахтах, об опаловых шахтах, о городах, которые расположены в Новом Южном Уэлсе. Но я остановлюсь на этом, потому что время ограничено. А вообще, это край очень интересный, удивительный. Есть о чем поговорить, что сфотографировать, что запомнить и о чем рассказать своим друзьям и своим детям. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что 21 мая с 10 часов утра до 4 вечера состоится ярмарка мастеров в Брисбане на территории радиофобии FM по адресу 140 Main Street, Kangaroo Point. Пожалуйста, приходите. Будет интересный концерт, продажи предметов народного творчества, картин, сувениров, украшений, одежды, домашних вкусностей, деликатесов, желающих продавать свои товары, делать мастер-классы, демонстрировать наряды, выступить в концертной программе. Пожалуйста, звоните, регистрируйтесь. А позвонить можно по телефону 040 12 19 19 3. Людмила, приходите, мы вас ждем. Это будет очень интересно. А в завершении праздника традиционное чаепитие. Сегодня с вами была Людмила Ларкина. К сожалению, наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Конечно, желаю всем счастья, здоровья. Будьте счастливы, позитивны. Пусть ваша семья будет также всегда здорова. Успехов вам, дорогие наши радиослушатели. И еще раз поздравляю с Пасхой. Звездочка упала на ладони мне, Тихо прошептала о моей судьбе. Будет счастье в доме, будет и любовь, Как во всей вселенной много огоньков. Ты сияй, моя мечта, под названием звездочка. Путь дорожку освети, прямо к счастью приведи. Ты сияй, моя мечта, под названием звездочка. Путь дорожку освети, прямо к счастью приведи. Светом засияла звездочка моя. Душу распахнула, мыслей нет, а я. Все перевернулось, закружилась голова. И откуда-то из сердца песни вылили слова. Ты сияй, моя мечта, под названием звездочка. Путь дорожку освети, прямо к счастью приведи. Ты сияй, моя мечта, под названием звездочка. Путь дорожку освети, прямо к счастью приведи. Ты сияй, моя мечта Под названием звездочка Под дорожку освети Прямо к счастью приведи Ты сияй, моя мечта Под названием звездочка Под дорожку освети Прямо к счастью приведи Продолжение следует...